В Карагандинской области не хватает 434 чиновника. Эта цифра была озвучена на совещании в областном Акимате. Людей не устраивают низкие зарплаты, ненормированный рабочий день и отсутствие карьерного роста. Ответственность за высокую сменяемость сотрудников, по мнению главы региона, должны нести их руководители. Подробности в репортаже. Всем сестрам по сергам, и потом получается так, а в любом управлении, в любом отделе понятно, один-два человека все тащат, а остальные пассажирят. Потом премию распределили, и у этого человека руки опускаются. Чего я буду больше напрягаться, чем человек, который просто бумажки носит между отделами. Сегодня под председательством Акима области прошло очередное аппаратное совещание, на котором обсуждались кадровые вопросы. По управлению персоналом наш регион занимает 15 место из 16 возможных. Основными причинами низких баллов Акимата области являются наличие высокого уровня текучести кадров, низкий уровень продвижения сотрудников и несоответствие качественного состава персонала. Когда приходит человек на работу, вы проводите собеседование, неужели вопрос, вот уходит низкая заработная плата, а что он, когда приходил, не знал, какая у него зарплата, что ли? Или каковы перспективы его карьерного роста, неужели не доводите? Если у вас в управлении, допустим, пять отделов, в пяти отделах работают пять начальников отделов, то с какой радости вдруг у него обозначились карьерные перспективы, чтобы он через год, уходя, написал вам, что я ухожу, у меня нету карьерного роста? Или он подсидеть этого хотел? Тогда, когда брали его на работу, почему не объясняли? В прошлом году из рядов госслужбы уволились 118 человек, 98% по собственному желанию. По результатам опроса основными причинами оттока кадров являются низкая заработная плата, ненормированный рабочий график и отсутствие социального пакета. Какой социальный пакет у государственного служащего? Кто-то может мне объяснить? Льготный какой-то, а? Социальный пакет – это тот пакет, который у госслужащего был. Положено ему, в отпуск уходят отпусты, пожалуйста. Пожалуйста, лечебные пособия, пожалуйста, то, что бюджетно предусмотрено. О каком еще там дополнительном социальном пакете речь идет? Или он думает, где-то его там поедет, куда-то на курорт возить будут бесплатно? Это при приеме на работу, при ежедневной работе с персоналом объяснять надо. Кроме того, утечка кадров происходит из-за неоправданных карьерных ожиданий. В прошлом году в регионе повысили в должности только 16% госслужащих. Вот пишут неоправданные карьерные ожидания госслужащих. На чем они базировались? При том, что у нас добрая треть там уходит молодежь как раз. Или они думают, что полгода поработал и становится сразу золотым таким руководителем, что его куда-то надо замом Акима району посылать, что ли? С персоналом работать надо, объяснять, учить надо. Наша область по-прежнему превышает установленное 9% пороговое значение по сменяемости кадров. Аким отметил, что за текучку кадров руководители будут нести персональную ответственность. Совершенно понятно, что новый человек, пришедший, требует больше чисто финансовых затрат, чтобы он дошел до уровня нормального. Вот любят сейчас что приводить в пример сварчика, да? Ушел сварчик квалифицирован, но его подготовить, во-первых, найти его тяжело, во-вторых, его подготовить, чтобы он там все стадии прошел, получил свое личное клеймо для сварки и так далее. Это годы и годы работы получается. Вот вам цена специалиста.